Звуки деревни внизу. Названная в честь холодных горных ручьев, Рибейра Фрио, несомненно, является местом идиллической красоты. Приняющий взгляд в форельвом питомнике, рыба в разных стадиях роста. Краткая прогулка вдоль Левады приведет еще к одной незабываемой панорамной площадке, называемой балкониш или балконер. Мадейра – основной остров архипелага, который также входит в остров Порто-Саунту, небольшие необитаемые острова Дезертыш или пустынные острова, и Силважинш – дикие острова к югу в Атлантике. Дезертыш или пустынные острова Фуншу, Хенхель, который рос в изобилии на холмах окружающих бухтах. Треть всего населения Мадейра, которое в целом составляет 280 тысяч человек, проживает в Фуншале и в его окрестностях. Кузенькие мостовые и старые здания с коваными балкончиками постоянно напоминают о возрасте Фуншале. Реставрационные работы помогают сохранять город таким, каким он был несколько веков назад. Архитектура в некоторых современных зданиях также отражает дух прошлого. Здание прежней таможни ныне является прекрасным отреставрированным зданием парламента. Редактор субтитров А.Семкин Многие из музеев Фуншала расположены в изящных исторических особняках. Так, например, музей сакрального искусства находится в стенах бывшего епископского дворца. В числе бесценной коллекции этого музея пламанская живопись XVI века, деревянные скульптуры и серебряные артефакты. Музей Кентедеш-Крузеш с колониальной мебелью и фарфором был ранее особняком одной из аристократических семей острова. Музей Кентедеш-Крузеш с колониальной мебелью и фарфором был ранее. Кафедральный собор Се был первым собором, построенным за пределами континента. Он представляет собой интересное сочетание разных архитектурных стилей, от римского и готического до муссарабского и манулина. Пушки, которые некогда защищали город от пиратов, до сих пор можно видеть на стенах дворца Паласио де Сау-Лоренцо, нынешней резиденцией министра республики. Музей Кентедеш-Крузеш с колониальной мебелью и фруктово-овашный рынок очаровывает изобилие, особенно в конце рабочей недели, когда сюда привозят товар со всех уголков острова. Музей Кентеджер Eve Музей Кентеджер Под одной крышей структуры расположился и рыбный рывок, где популярную на Маделье рыбу шпада и леса можно увидеть практически в любой день на протяжении всего года. Мягкий климат привлекает проводить все время на воздухе. Дюжины ресторанов и кафе располагают открытыми террасами. Прогулки по набережной вдоль пристала являются любимым времяпрепровождением мадельцев и гостей в гостях. На небольшом расстоянии от центра города находится пляжный комплекс лидов с различными бассейнами и простым спуском ликенов, кристальным чистым водом Атлантики. Вулканические скалы Мадельского побережья Принимают разнообразные формы. Местами они похожи на блестящую гладкую черную патоку. Местами напоминают бурую пористую губку. Ботанический сад Это еще одна усадьба или бывшее семейное поместье, где можно увидеть как местные, так и привезенные разновидности деревьев и кустарников. Рядом находится парк тропических птиц с необыкновенным разнообразием птиц ярких окрасок. На острове леса не нужно уезжать далеко из фуншала, чтобы оказаться в окружении сосен и эвкалиптов. Короткая поездка в горы к северу от фуншала приведет к прекрасной церкви Монте. В этом районе расположились несколько великолепных поместьев. Туризм на Мадере на первом этапе был ориентирован в основном на восстановление здоровья, и Монте долгое время считалось одним из терапевтических мест на острове. До сих пор вернуться из Монте-Фуншал можно по старой дороге с помощью уникального транспортного средства – плетеных сани или табаганы. В то время, как сани несутся под горку, двое мужчин в соломенных шляпах и традиционных белых одеждах управляют ими, а также выступают в качестве тормоза. Сбираясь выше тысячи метров над уровнем моря, высокие деревья уступают место коренастым горным соснам и кустарникам. На высоте 1810 метров находится пик Ариера, один из высочайших пиков Мадейра. Двухчасовая пешая прогулка по искусственно проложенной тропе приведет вас к кульминационной точке Мадейра – пик Руива. 1861 метр над уровнем моря. Каменистый пустынный пейзаж разительно контрастирует с роскошными зелеными склонами внизу. Погода здесь непредсказуемая. В один момент она может быть теплой и солнечной, а в другой – ветреной и холодной. ПОДПИШИСЬ! 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 Плетение изывовых прутьев является одним из важнейших кустарных промыслов Мадейра. Он сосредоточен в колоритной деревушке Камаши, где все изделия, от маленьких корзиночек до больших гарнитур в садовой мебели, изготовлены вручную. В деревне есть и другой предмет гордости. Это произошло в конце 19 века, когда именно здесь проводилась самая первая футболная мебель. Камаши также гордятся своей департаментной трубой, которая представляет Мадейру с границей международных конкурсов. Субтитры создавал DimaTorzok Приспростертые объятия Христа, царя вершины мыс и Грожала, приветствуют мореплавы целоприближающихся к Фаншалу с Востока. Чистые голубые воды, омывающие галечный пляж Грожала, приглашают искупаться или заняться дайвингом. Подобные страницы из книги по истории, отвесные скалы мыса ведут собственный вулканический рассказ. Данная прогрежная территория была объявлена заповедником. В чистейших водах Атлантики здесь особенно хорошо нырять с маской или погружаться с аквалангой, чтобы обнаружить целый новый мир под водой. Среди особо ценных изделий модели – печная вышивка, которая украшает обеденные столы по всему миру. Тысячи женщин до сих пор посвящают часы своих дней работе над кружевом и кабелемом. Ни одно описание модели не было бы закончено без упоминания о некоторых ярких моментах из календарной жизни острова. Весной здесь проходит фестиваль цветов. Его открывают дети со всего мира, ставят цветы в живую изгородь у здания муниципалитета. Это отличный шанс для молодежи петь, танцевать и веселиться на улицах в городах. На выставке же цветов можно увидеть самые изысканные экземпляры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фестиваль закрывает парад цветов, проходящий по главным улицам Фуншану и несомненно являющийся мечтой любого фотографа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok